Всем привет! Наш рассказ о вселенной Вархаммер 40К возвращается после перерыва. В прошлом выпуске мы спросили вас, о чем бы вы хотели узнать в первую очередь. И если подсчеты не собрали, то желающих услышать о сожжении Проспера было больше. Так что в этом выпуске мы расскажем вам о первой братоубийственной войне среди легионов Астартес. Приятного просмотра! Как вы знаете из прошлого выпуска, Магнус нарушил Никейский Эддикт и с помощью магии пытался предупредить Императора о предательстве Хоруса. К сожалению, Магнус не знал, сколько бед он вызвал в отчаянной попытке помочь отцу. Пройдя сквозь психическую защиту Императорского Дворца, колдовство Магнуса разрушило его, вызвав череду катастроф по всей Терре и открыв варп-штормы вокруг нее. Разочарованию и гневу Императора не было предела. Был немедленно издан указ об обвинении и аресте Магнуса Красного за нарушение законов, принятых на Никейском Совете. По слову и воле владыки человечества Императора, Императорис Тера Регнум. Сим декретом поручено привести Магнуса, примарха 15-го легиона Астартес, на Теру, где он предстанет перед троном Империалис, дабы ответить за свои деяния и деяния его генетических сынов. Посему, Лемону Русу, примарху 6-го легиона Астартес, поручено доставить своего брата, используя любые средства, которые он сочтет нужными, независимо от ограничений закона, разрешений или необходимости взять средства у других, даже если ему придется последовать за Магнусом в безграничную пустоту до конца дней. Так записано и так будет. Указ об осуждении Магнуса и тысячи сынов. Указ сразу же был направлен примарху космических волков, а также Хорусу. Император надеялся, что воитель мог бы дать мудрый совет. Было также велено собрать войско, которое должно было арестовать Магнуса и сопроводить его до Теры, а если понадобится, то и захватить его силой. Главнокомандующим обвинительного воинства был назначен Константин Вальдор, генерал-капитан Кустодиев, один из ближайших советников Императора. Так как Тера являлась главной крепостью всего Империума, а находящийся по соседству Марс был главной кузницей военной машины человечества, то войско было собрано достаточно быстро. Армия состояла из десятка полков Тиранской Ауксилии и Имперских солдат. Также армию сопровождали и Сестры Тишины, мощнейшие орудия Империума против Псайкеров, и недавно образованный Орда Синистер, сублигион Титанов класса Варлорд и Император. Он был уникален тем, что в своем вооружении имел невероятно редких Пси-Титанов, боевых машин под управлением вечно страдающих Псайкеров, что позволяло главному оператору Титана использовать некоторые способности энергии Варпа. Когда все было готово, обвинительное войско отправилось к планете Проспера, однако их продвижение было замедлено Варп-штормами вокруг Теры. В это время, на момент получения обращения от Императора, Лемон Рус помогал армии Империума с очередной ксеноугрозой. Сохранилась информация, что только лишь получив данные о приказе отца, Рус быстро подготовил решающее нападение в сердце войск противника и сокрушил его. Однако затем он со своим легионом незамедлительно отступил и направился на родную планету космических волков Фенрис, чтобы подготовить наступление. Сложно сказать, было ли такое рвение из-за преданности Императору, или же в Волчьем Короле горела ярость и злоба на своего брата, которому Рус никогда не доверял. Прибыв на родину, Рус созвал все великие роты своего легиона, которые были относительно недалеко от их звездной системы. Волчий Король около месяца собирал силы своего легиона и, не дождавшись полного сбора, выступил на встречу к Вальдору с 50 тысячами космодесантников. Местом их встречи была система Бета-Гармон. Однако из-за варп-штормов у Теры и относительной близости Фенриса к этой системе, космические волки оказались на месте встречи на полтора месяца раньше сил Вальдора. Но при этом Руса встретили откликнувшиеся на зов силы его легиона и часть сил сынов Хоруса. Главной задачей 16-го легиона была передача сообщений Русу от Воителя. Точно неизвестно, что именно Хорус передал брату, но после него Рус намеревался не просто пленить Магнуса, но и казнить его, пускай это и не было указанием отца. Для этих целей Хорус выделил 5000 своих легионеров и 12 титанов в помощь Лемону Русу. Когда через полтора месяца в Бета-Гармон прибыло обвинительное войско Стеры, состоялась встреча Руса и Вальдора. Их встреча прошла напряженно, оба глубоко уважали друг друга, однако Вальдор твердо намеревался исполнить указ Императора как можно точней, тогда как Рус считал, что убийство колдуна-предателя намного лучше послужит Империуму. В конце концов Вальдор согласился с Русом, но разногласия между ними продолжались в ходе всей войны. Прошло еще некоторое время, прежде чем обвинительное войско наконец отправилось к Проспера. Во время подготовки разрабатывались стратегии объединения сил таких разных по духу войск, а также Рус потребовал внимательного изучения планеты и военных укреплений на ней. Продвигаясь к планете Магнуса, обвинительное войско захватывало космические станции, принадлежавшие тысяче сынов, однако все они оказались пустыми. Также им на пути не попадались и корабли легиона колдунов. Оказалось, что Магнус уже давно знал о приближении войска, но вместо того, чтобы приказать укрепить границы его системы, или хотя бы усилить оборону планеты, Алый Король наоборот рассредоточил силы своего флота как можно дальше друг от друга, и хотя он собрал большую часть своего легиона на Проспера, тысяча сынов до последнего момента не знала о готовящемся вторжении. Магнус полностью перекрыл любые средства связи с остальным Империумом, включая психическую. Но даже без подготовки обороны, Тиско, столица и единственный крупный город на Просперо была очень хорошо укреплена. С одной стороны были непроходимые джунгли, в которых водились опасные хищники, самыми странными и смертоносными из которых были невидимые раи психических паразитов. С другой стороны, столица была окружена горами, которые были укреплены множественными бункерами и оборонительными лазерными сооружениями. С третьей же стороны город омывался морем. И, наконец, с четвертой была возведена стена в 100 метров, защищенная полями Геллера, а сам город был накрыт психическим щитом по крепости сравнимой с пустотным, которые обычно ставят на космические крейсеры. Также большую помощь в обороне могли оказать механикумы, содержавшие на планете свою кузницу. Неудобный ландшафт для высадки, разногласия в командовании и неподготовленность обвинительного войска к длительной осаде, все же изначально это была лишь почетная стража для ареста и сопровождения Магнуса. Все это создавало большие трудности при готовящейся осаде. Точно неизвестно, зачем Магнус намеренно рассеял свой флот по системе и никак не предупредил свой легион о нападении. Кто-то считает, что это было просто проявлением гордости, другие говорят о попытке искупления, а третьи и вовсе шепчутся о таинственных планах темных богов, что шептали Магнусу. Для Руса и Вальдора это так и осталось загадкой. За несколько часов обвинительному войску удалось полностью захватить орбитальное пространство вокруг Проспера, при этом практически не встретив сопротивления. Уничтожение и захват орбитальных станций вызвал панику у населения планеты, усугубил же панику, начавшийся после этого орбитальный обстрел. Однако Рус не хотел просто подвергнуть Просперу экстреминатусу с орбиты, он хотел дать Магнусу шанс объясниться и попробовать оправдаться. На планету был транслирован указ Императора и требование Магнуса сдаться, однако с поверхности не поступило ни угроз сопротивления, ни мольбы о пощаде. Вообще ничего. Рус был оскорблен молчанием брата, и несмотря на уговоры Вальдора дать больше времени на ответ, он отдал приказ о начале массовой бомбардировки. Просперу загорелся. Спустя час бомбардировки планеты, от ее поверхности осталось лишь пепелище. Лишь столица смогла выстоять, укрытая психическим щитом. Для Вальдора и Руса лишь тогда открылась правда о природе такой защиты вокруг столицы. А значит, Магнус вновь нагло нарушил Никейский Эдикт и предал доверие Императора. Началась подготовка осады. Хоть столица и пережила удар бомб, но защитная линия в горах вокруг Тиски была уничтожена, а окраину города завалила камнями. Омывающее столицу море с другой стороны почти полностью испарилось, обдав береговую линию волной пара. Также Тиска лишилась союзников в лице механикум. Их кузня была уничтожена, включая глубокие подземные комплексы. Рус дал клятву, что его воины будут первыми, кто начнет войну на этой планете, а потом он попросил союзные войска быть в резерве. Сам же начал готовить свой легион к осаде. Спустившись на транспортниках к береговой линии Тиски, космические волки сломили оборону воздушных сил Проспера. Первым, кто ступил на Землю, был сам Лемон Рус, как он и поклялся. Издав нечеловеческий рев, что означал команду к нападению, волчий король повел своих сынов на битву. Волки сразу же встретили сопротивление от элитной гвардии Тиски. Ну а что может сделать обычный гвардеец против звериной ярости самого дикого легиона Императора? Удивительным для нападающих было то, что противостояла им лишь регулярная армия. Сам же легион Тысячи Сынов и их примарх до сих пор не показывались. В это время армия Проспера пыталась подороже продать свои жизни, проявляя акты героизма в каждом из столкновений. Однако воздушные силы были уже полностью истреблены, а от пехоты остались лишь несколько укрепленных позиций, отчаянно сопротивлявшихся смертоносной волне захватчиков. Важными моментами первого этапа осады стали уничтожение крепости Акрополя Магны. Войско Руса захватило весь регион Старой Тиски и продолжало продвижение. Волки были спущены с цепи, и теперь ничто не могло помешать им собрать кровавую жатву. Игнорировались любые просьбы о перемирии со стороны жителей столицы. Также Рус игнорировал и предложение Вальдора, наконец, выпустить резервы в бой. Король волков хотел вытащить в бой легион Магнуса и лично с ним поквитаться. В качестве провокации была уничтожена огромная каменная статуя Алого Короля. Наконец, по ходу атаки все дальше вглубь города, по рядам шестого легиона прошел залп болтерного огня и всполохи колдовских снарядов. Тысячи сынов ответили на зов волка. Благодаря магическим талантам, легион Магнуса остановил продвижение волков, эффективно отражая их атаки и нанося ощутимый урон. Рус, не желая терять инициативу, приказал удерживать позиции и, наконец, призвал резервы. Резервам космических волков было приказано продолжить движение к центру тиски и по возможности миновать силы противника. Рус надеялся, что он уже завязал боем основные силы противника, но оказалось, что волчий король недооценил ситуацию. К этому моменту тысячи сынов уже давно отбросили надежду на искупление и призывали все более страшные и разрушительные заклинания. Видя, что атака волков захлебывается, Константин Вальдор направил свои силы на помощь. Он призвал все оставшиеся на орбите силы Империума, укрепляя атакующие отряды и уничтожая оставшиеся очаги сопротивления в тылу легиона волков. Главной целью атаки был захват шпилей, что находились в самом центре города. Тысяча сынов, не скованные уже никакими запретами, проводили тайные ритуалы и жертвоприношения, чтобы узнать планы захватчиков и использовать самые темные и запретные заклинания. Даже кустодианцы во главе с Вальдором были потрясены невероятной силой, что обрушилась на лояльные войска. Все силы обвинительного войска были потрясены, насколько же пали сыны Магнуса. Рус и его легион отреклись от тысячи сынов, как своих братьев, и поклялись стереть город и его обитателей в пыль, не щадя никого. Вальдор тоже был настроен максимально решительно. Он собрал под своим командованием всех сестер Безмолвия, что и стало решающим действием, так как по всем фронтам Тысяча Сынов успешно остановила атаку лоялистов. Даже Волчий Король не смог продвинуться дальше. Однако, благодаря тому разрушительному действию, которое оказывали сестры Безмолвия на Псайкеров Тысячи Сынов, Вальдору удалось успешно прорвать оборону предателей. В этот момент Тиска превратилась в настоящий ад. Над планетой начался Варпшторм. Луна Проспера закрыла собой солнце. Варпшторм постепенно опустился на столицу, поглотив центральную ее часть. Все, что оказалось на границе Варпшторма, было им поглощено. Однако, внутри него все еще можно было находиться. Именно там главные силы Руса и Вальдора продолжали натиск на Легион Тысячи Сынов. Легион Магнуса отступал к центральному шпилю, где всю осаду и находился Алый Король. А силам лоялистов теперь приходилось давать отпор еще и порождениями Материума, что появились в вихре темной энергии Варпа. Наконец, когда силы Империума окружили остатки обороняющихся Тысячи Сынов, на поле боя показался сам Алый Король. Братья Примархи сразу же вступили в схватку, а Вальдор скомандовал Легиону Руса и своим войскам продолжить наступление, не мешая дуэли братьев. Под воздействием энергии Варпа, что Тысячи Сынов, что Космические Волки, почувствовали касание проклятий, что таили в себе эти Легионы. Проклятие Плоти превращало колдунов Магнуса в ужасных монстров, а воинов Руса охватывало проклятие Вульфена, превращая их в огромных полудиких оборотней. Оттого, последняя битва была еще более жестокая, чем предыдущее сражение в Тиске. Наконец, силы Вальдора оттеснили Тысячу Сынов внутрь самого Шпиля, которым также пряталось и мирное население. Приказ Вальдора был простым, все внутри Шпиля должно умереть. В этот же момент Руса держал верх над братом, сломав ему спину об колено и занеся над его головой оружие для финального удара. Однако, прежде чем удар был нанесен, а воины Вальдора приблизились к Шпилю, вспышка невероятно яркого света охватила центральное здание. Вокруг него завертелся магический вихрь. Послышался нечеловеческий смех, ужасные демоны материализовались на поле боя и стали уничтожать ослепшие силы Империума. Пространство вокруг стало сходить с ума. Казалось, будто последнее заклинание Магнуса уничтожило само понятие реальности. А затем свет исчез. Как и сам Шпиль. Как и Алый Король. В отчаянии Магнус отдался воле Цзинча, хаотического бога изменений, знаний и колдовства. Война была окончена, силы Императора победили, очень дорого за это заплатив. Пускай Руси одолел брата, но клятву убить его не сдержал. Империум лишился целого легиона космических десантников, а как окажется в будущем, и приобрел его себе в качестве страшного врага. Впервые космодесантники пролили кровь своих братьев в открытом противостоянии. Лемон Рус был крайне подавлен всем этим, и даже торжественные поздравления от Хоруса его не успокоили. Какая ирония, получить поздравление от того, кто тайно радовался удачному исполнению своих планов и планов темных богов. Королю волков еще только предстоит узнать о Великой Резне, что планировалось воителем. Так же, как и предстоит вам. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик. Если вам понравилось, мы будем рады вашим лайкам. Если же что-то не угодило, то пишите об этом в комментариях. А еще, если вам очень понравилось, то можете поддержать наш канал на Патреоне или через спонсорскую подписку Ютуба. Это поможет ускорить выход роликов по вселенной Вархаммер, а также многих других. Всего хорошего и всем пока!